Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Доктор Владимир Мисамет, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме. Доктор Мисамет, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Есть какие-то помехи на линии, но надеюсь, что это ненадолго и мы их преодолеем. Итак, Иран. Мы постоянно говорим об ситуации в Иране. В Иране продолжаются протесты. Иран продолжает двигаться, медленно, но верно продвигаться к созданию ядерной бомбы. Все наблюдают за этим довольно нервно, а Израиль, пожалуй, наверное, более нервно, чем многие другие. Хотя вопрос достаточно спорный. Вы меня поправите. Многие наши соседние арабские и суннитские государства, входящие в так называемое соглашение Авраама, наблюдают за ядерным Ираном не менее нервно и с не меньшей тревогой, чем мы. И, похоже, продолжается противостояние. То есть вот эта, скажем так, необъявленная война между Ираном и Израилем, точнее, с иранской стороны она объявлена, а с нашей нет. Два советника корпуса стражей исламской революции были ликвидированы в Дамаске с интервалом в несколько дней. Что говорят и пишут об этом в Иране и насколько серьезна может быть их ответка? Извините за такое слово. Ну, в Иране, конечно, все это замечают, на все это реагируют. И, собственно говоря, в Иране выработался уже специальный стиль ответа. И там говорят, что мы ответим со всей жесткостью, ответим во время и в месте, которое мы сочтем возможным. Это дежурный ответ, который, в общем-то, показывает, что никакой серьезной реакции, по большому счету, нет на все эти, так сказать, определенные дела, определенные, скажем так, ликвидации, которые Израиль довольно часто проводит. А, в общем-то, последние, наверное, 10-12 лет это приняло такой характер достаточно серьезный и достаточно отработанный в том плане, что это случается. И, в общем, если посмотреть статистику, то вот за последние 10 лет ликвидировано от 6 до 8, это все говорят по разным понятиям отбора, от 6 до 8 главных специалистов Иранской атомной программы. То есть продолжается, в общем-то, о чем Израиль говорит, что если мы не сумеем напрямую, в определенной мере приносить какой-то ущерб Иранской атомной программе, мы будем это делать и посредственно. То есть, и, в общем, это говорится, но это никогда не расшифровывается. То есть Израиль никогда не брал на себя участие или ликвидацию тех или иных специалистов по атомной программе, хотя это были личности первого плана. Вы помните, что года три назад был уничтожен даже первый, как бы, отец иранской атомной бомбы. Мы проходили более мелкие и более серьезные ликвидации. Два года назад был ликвидирован один из главных специалистов, скажем так, в кавычках, специалистов Корпуса Стражей Самской революции, который занимался ликвидацией израильтян повсюду, по миру. И мы об этом прямо написали, что, в общем, ликвидирован человек... Ликвидирован ликвидатор. Да, напрямую занимался просто отстрелом. Поэтому понятно было, что здесь, в определенной мере, все же торчат уши Израиля. Ну, а кроме того, мы старались нанести ущерб и стараемся до сих пор нанести ущерб иранской атомной программе. Там где-то, возможно, несколько раз, минимально три раза, был уничтожен цех по производству «Центрифуг» на атомном предприятии в Натанзе. Подобное было на предприятии под Араком. Подобное было и на других, скажем, на объекте Фордоа. То есть эти объекты, эти, так сказать, производственные поломки случаются. Иранцы всегда признают, что есть какой-то след, причем они почти всегда признают, что этот след израильский. И все время, опять же, говорят по фразу, которую я произнес вначале, то, что мы найдем возможность отомстить. Но, по большому счету, мщение не получается. Поэтому вот примерно год назад в Иране был большой скандал, когда Совет на национальной обороне, Корпус Стражи Исламской революции, какие-то еще военные структуры просто скликнулись на том вопросе, что почему не идет действительно отмщение так, как оно следует. То есть получается, что, в общем, после ликвидации, скажем, Косема Сулеймани, который был очень важной фигурой, это был, я бы даже не побоялся сказать, человек номер два в стране, поскольку его считали очень важным, и Айтула Али Хаммани доверял им очень многим вопросам. После его ликвидации, это было в начале 2020 года, с тех пор, в общем-то, никакого полного отмщения. Ну, мелкие, мелкие были там удары по гражданским судам, по танкерам. Да-да-да, мелкие удары были, которые серьезными актами отмщения не назовешь. Поэтому и то, что сейчас случилось, тоже. И тогда вера не признали, что, в принципе, как бы органы безопасности, структура безопасности потеряли бдительность, что они перестали отслеживать и сошлись на том, что, по всей видимости, нужно провести какую-то реорганизацию структур безопасности. Но до сих пор ничего не проведено. И, собственно говоря, то, что вот опять случилось, причем с интервалом действительно всего в несколько дней, говорит об очередном провале и говорит о том, что... Но это случилось не в Иране, это же случилось в Сирии. И тут, скорее всего, дело не в ядерной программе. Да, дело в том, что когда мы говорим, что это случилось в Сирии, во-первых, мы должны учесть, что это случилось с офицерами Корпуса Стражей Исламской Революции, это все же Иран. Что они делали в Сирии, хороший вопрос. С другой стороны, Израиль всегда выступал против присутствия Корпуса Стражей Исламской Революции в Сирии, полагая, что присутствие там Корпуса Стражей Исламской Революции, там, кстати, есть не только корпус, а там есть другие прокси-формирования Ирана. Кстати, например, извечная дивизия Фатимийун, который состоит из афганцев, в основном афганских шаидов, которые посылаются из Ирана, которые находятся в Иране в эмиграции, это афганские хазарейцы, которых достаточно много, и вот этот вот корпус Фатимийун, он находится на территории Сирии. Поэтому мы считаем всегда, что то, что Корпус Стражей Исламской Революции находится в Сирии, это говорит о том, что они реализуют определенные задачи, которым диктует Тегеран. То есть имеется в виду, что мы часто бомбим, скажем, например, грузы с оружием, которые поступают на сирийскую территорию. Мы громим какие-то грузы и другого порядка, которые... Да, склады, которые складируются не на территории Сирии, а переправляются, например, на шиитский анклав Ливана. Поэтому понятно, даже есть вещи, которые через Сирию идут и шли, по крайней мере, сейчас, может быть, стало меньше, на территории Ирака. Поэтому понятно, что это, хотя это сирийская территория, и это дает возможность, кстати, реагирования из Сирии, которые, в общем, практически не реагируют. Но в любом случае мы понимаем, что здесь видны уши Ирана, и поэтому, собственно говоря, те ликвидации, которые приходятся, мы считаем, что это ликвидация Ирана в той или иной мере, связанная с антиизраильской деятельностью. Вы знаете, что были уже ситуации, когда иранские дроны залетали, это было, по крайней мере, три года назад, залетали на территорию голландских высот. И мы видим, что... Вот, да, еще залетел сирийский дрон, но он явно производства иранского. Да, да, и мы видим, что, в общем, во всем этом заметны уши Ирана. Кроме того, мы просто видим, что Иран постепенно подкрадывается тихой сапой иранской к сирийской-израильской границе, и поэтому, в общем, здесь как бы Израиль проводит ликвидации, и, собственно говоря, никогда серьезные реакции ни со стороны Ирана вот последние случаи есть, но это не та серьезная реакция, которую следовало бы ожидать. Ну и надо напомнить, что Сирия и Израиль до сих пор находятся в состоянии войны. Это к разговору о том, почему Израиль бомбит территорию суверенного государства. Израиль находится в состоянии войны с Сирией, причем не мы эту войну начали в свое время. Поэтому у нас есть договоры, у нас есть соглашение о прекращении огня, но мирного договора нет. Так что на войне, как на войне. Да, и переговоры ведь велись много лет, и, собственно говоря, и хотели вести переговоры, но Сирия всегда выставляет такие условия, которые для Израиля неприемлемы, и он просто эту идею переговоров пока просто не поддерживает. Скажите, я бы хотел, продолжая тему Ирана, отметить такой важный факт дипломатический, который произошел в Израиле буквально на днях. Открытие посольства, официальное открытие посольства Азербайджана в Израиле. Иран разразился проклятиями, угрозами в адрес Азербайджана и Израиля. И что, на ваш взгляд, может предпринять Иран, и насколько, скажем так, костью в горле для режима Ай-Этол явилось вот это вот событие установления дипломатических отношений. Прошу прощения, дипломатические отношения были и раньше, но посольства не было. Израильское посольство в Баку существует, а вот Азербайджанское открылось только сейчас. Дело в том, что Иран достаточно часто выступает с такой позицией, что сионисты сидят на его границах. Это действительно так. Вот недавно совершенно незамеченным прошло еще одно открытие израильского посольства. Это произошло в Ашхабаде. Дело в том, что мы давно установили отношения с Туркменией. С Туркменией отношения были установлены в самой последней... Это была самая последняя страна постсоветского пространства. Отношения были установлены в конце 93-го года, но они были установлены. Но долгие годы не получалось нам открыть посольство. И, в принципе, в начале нулевых годов было решено уже об открытии посольства. И тогда, собственно говоря, Иран неоднократно советовал Ашхабаду Туркмении, как стране, которая связана с ними очень серьезными экономическими узами, не принимать израильского посла. И получилось, что двух послов они не приняли, потому что они нашли в виде биографии такие черты, что они были замешаны в израильских структурах безопасности. И отчасти это было правильно. Но потом посольство открыли, посольство работало, но постепенно как бы все это ушло в небытие, и в последнее время оно не работало. И вот буквально месяц назад посольство было открыто, а последом за ним открылось... Собственно, вначале было принято решение, потому что решение было принято еще, по-моему, 18 ноября прошлого года. А потом вот сейчас уже 29 марта оно открылось. И это действительно как кость с горли у иранцев, потому что когда говорили, что отношения есть, но посольства нет, это как бы одно, это считалось, как бы отношения есть, но нет какой-то одной грань. Иранцы считали, что вот эту вот грань они не позволяли перейти. Они довольно часто негативно это воспринимали. И, собственно говоря, Алиеву, президенту Азербайджана, не раз делали серьезные такие замечания, какими-то условиями обуславливали. И поэтому, собственно говоря, очень много лет Азербайджан не открывал это посольство, и, наконец, он это сделал. Но иранцев, конечно, это кость с горли, хотя, в общем, для них само открытие, само установление отношений было очень серьезным актом, потому что они все время считали, что республика Азербайджан – это бывшая часть Ирана, это действительно бывшая часть Ирана, но это давно уже независимое государство. И как бы они подходили довольно часто с патерналистских позиций. Более того, они не просто подходили с патерналистских позиций, а выбирая между странами Южного Кавказа, выбирая, например, между Азербайджаном и Арменией, у них были достаточно более продвинутые отношения с Арменией. И только в последнее время, на этапе 44-дневной войны, которую называли в Азербайджане, называют Вторая Карабахская война, только вот на том этапе, собственно говоря, они показали, что они выступают за территориальную целостность Азербайджана, они об этом стали в полный голос говорить, я имею в виду Иран. Поэтому для них, естественно, это очень серьезное такое, ну, я бы сказал так, по-кавказские оскорбление, потому что страна достаточно близкая, один и тот же народ. В Азербайджане 9 миллионов азербайджанцев, в Иранском Азербайджане, вообще в Иране больше 20 миллионов, то есть гораздо больше один народ. Но Азербайджан рассматривает, в общем-то, этот народ как своих потенциальных граждан, судя по всему. Да-да-да, не поэтому теория северного и южного Азербайджана, что вот эта Азербайджанская республика, где Баку, это вот северный Азербайджан есть, южный Азербайджан, тем самым давая понять, что это две части одного целого. Хотя по линии международных отношений довольно много у них противоречий. В общем, я бы сказал даже, что у них противоречий гораздо больше, чем, скажем, тех вопросов неистыковки, которые бывают, например, с Арменией у Ирана. Потому что здесь, скажем, это вопрос ориентации. Скажем, Азербайджан имеет все же прозападную ориентацию. Иран давно стремится на востоке и декларирует свою, как бы, такую антизападную направленность. Азербайджанская республика – это секулярное государство, Иран – это исламское государство. Ну и много всего другого, что, в общем, иранцам очень трудно перенести, наблюдая за реализацией этого в республике Азербайджан, в Азербайджанской республике. И поэтому это очень серьезный удар. А последствия могут быть какие-то? То есть Иран там угрожает, проводит маневры на границе с Азербайджаном, перебрасывает войска. То есть такие серьезные обрязаны оружием. Я не думаю, что могут быть какие-то серьезные последствия, в том плане, что иранцы очень любят говорить, что это дружественный народ, но дружественный народ на дружественный народ не пойдет. Хотя сегодняшняя реальность показывает, что это не всегда так. Ну да. Да, но вот это общее историческое прошлое, это тоже, опять же, не всегда так. Но я думаю, что вряд ли будут какие-то очень серьезные последствия. Хотя всякие провокации Иран давно чеет, он давно уже этим занимается, скажем, вопрос, например, было нападение на азербайджанское посольство в Тегеране, или вопрос облета границ и очень серьезные военные маневры. Эти военные маневры идут довольно часто, причем они идут вблизи азербайджанских границ. Да, то есть это явно показательные такие маневры. Ну и, кстати... Они показывают свою силу, да. Из этой же серии, судя по всему, вы, наверное, знаете, что было покушение на парламентария азербайджанского в Баку несколько дней назад, буквально за несколько дней до приезда в Израиль делегации азербайджанского парламента на открытие посольства. И вот этот депутат должен был принимать участие в этом мероприятии тоже. Так что иранские прокси там работают вовсю. Да, да, да. И там были, собственно говоря, были за последние годы, по крайней мере, за годы существования независимого Азербайджана, были определенные столкновения, были, скажем, даже вопросы облета, скажем, азербайджанских судов в Каспийском море и иранскими ВВС. Все это было, и все это показательные акты, которые иранцы устраивают с единственной целью – показать свою силу. Хотя, в принципе, Азербайджан, который в последнее время очень серьезно вооружается на фоне нерешенного конфликта на городе Карабахи, он имеет довольно серьезное вооружение, и он может тоже его показать. Но я понимаю, что не в условиях войны. И поэтому, в общем, надо сказать, что отношения все время бравируются, все время находятся на грани допустимого, но какого-то серьезного такого военного столкновения вряд ли будет, вряд ли оно возможно. Скажите, а вот как, на Ваш взгляд, можно расценить такой факт, что Иран в последние буквально недели перевел посла в Сирии, перевел его в Армению, а из Казахстана в Азербайджан. Это случайность или какой-то, так сказать, ход? Армения, например, расприняла это как повышение своего статуса. Честно говоря, я не думаю, что вот такие какие-то дипломатические котировки, их нужно рассматривать очень серьезно, и нужно рассматривать их, проецируя какое-то влияние на двухсторонние отношения. Вряд ли это, наверное, так происходит, но в любом случае к этому стоит присмотреться и проанализировать. И единственное, что я хотел бы сказать, что иранцы очень серьезно подходят к функционированию посольств, они открывают посольства везде, где возможно. Среди вот наша страна, Израиль, не всегда это делает, не всегда имеет на это деньги, но иранцы очень серьезно на этом направлении работают, везде открывают посольства, делают трокировки своим послам, открывают какие-то культурные центры и очень серьезно работают. Может быть, нам просто не надо, нас и так знают, но в любом случае то, что делает Иран, это достойное уважение, это показывает, что они очень серьезно смотрят над возможностью своего влияния в соседних странах. И это влияние ведь очень серьезно растет, скажем, достаточно высоко поднялось за последние годы влияние Ирана, скажем, в регионе Центральной Азии, даже на Кавказе, можно сказать, потому что в Армении очень серьезное посольство, они очень серьезно работают в Грузии. Вы помните, был даже период, когда Иран и Грузия ввели безвизовый проезд, сейчас этого нет, то есть это есть с Азербайджаном, но это в очень ограниченных размерах, жители приграничных территорий и все. Но в любом случае вот эта посольская деятельность, деятельность дипломатическая, Иран уделяет ей большое внимание, я думаю, просто не имея, может быть, некоторых каких-то других ресурсов работы, он как раз вот эти вот вопросы, на эти вопросы... Ну да, это и разведывательная функция, то есть мы же прекрасно понимаем, что любое посольство, это и, так сказать, оплот разведчиков. Иран использует... Иран ведь на это как раз и смотрит, обсуждая вопрос открытия посольства. Он считает, что открытие посольства, вот оно открыто, сейчас уже обладает всем набором необходимых инструментов для работы, и они вообще считают, что израильское посольство в Баку, как и обратное, что оно вовсю занимается сбором информации, что это передний край борьбы с Ираном, что Израилю просто приятно и необходимо, и эффективно, и успешно иметь посольство на Кавказе, для того, чтобы активно работать в этом направлении. И это очень серьезный штрих, который как раз раздувает определенную нервозность у иранцев. Да, у вас опять у нас что-то со связью немножко, это самое, судя по всему, контакт в камере страдает. Вадимир, спасибо большое. А, нет, вот сейчас наладилось. Нет, не наладилось. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами был Вадимир Мисамет, Еврейский университет в Иерусалиме, доктор Мисамет, специалист по Ирану. Наша программа подошла к концу. Спасибо.